Обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах – это главная тема семинара для представителей управляющих, ресурсоснабжающих организаций и представителей Советов многоквартирных домов, который прошел в Центральном дворце культуры. Мероприятие было организовано активистами «Единой России» в рамках федерального партийного проекта «Школа грамотного потребителя». Выступавшие отмечали, что грубейшими нарушениями правил использования газа являются незаконные врезки, неправильно хранящиеся баллоны с газом, коррозия газопровода, критический износ труб, котлов и плит. Для выявления этих нарушений и своевременного их устранения реализуется правительственная программа по установке систем автоматического контроля загазованности. Московская область сейчас занимает первое место по объему выполненных работ капитального ремонта систем газоснабжения. По словам начальника Центра управления проектами Фонда капитального ремонта Московской области Юрия Казаченко, программа капремонта по замене систем газоснабжения в многоквартирных домах начала реализовываться в регионе с 2016 года. До 2023 года такие работы проведут в 1400 домах. На семинаре также были рассмотрены вопросы взаимодействия управляющих компаний с региональными операторами, занимающимися капитальным ремонтом многоквартирных домов и вывозом твердокоммунальных отходов. Итоги состоявшегося обсуждения подвел депутат Государственной Думы Александр Толмачев. Я просто был свидетелем в том году взрыва в Богородском городском округе газа в Орехово-Зуево. Мы тоже помогали, мы там работали как волонтерские отряды, уже там последствия устраняли. Конечно, хотелось бы, чтобы не по хвостам бить, а как раз предотвратить такие несчастные случаи, чтобы как можно было меньше. Есть как раз вопрос и вашей работы, и коммуникации с нами, и активной работы жителей старших по домам. Семинары в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» проходят в муниципалитетах уже восьмой год. Основная их цель – повышение грамотности населения в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...